Здравствуйте! С вами Марина Комиссарова и сейчас мы подведем итоги уходящей недели. Смотрите в выпуске. Именем героя чеченской войны Романа Соколова назовут улицу. В преддверии праздника расскажем историю капитана. Шлейф рыбного запаха воды еще тянется. Прокуратура провела проверки по ситуации с некачественной водопроводной водой. Весеннее пробуждение. Рязанец с топором напал на палатку мороженого. Прокуратура Рязанской области провела проверку и выяснила, что водоканал нарушил требования законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и допустил к подаче питьевую воду с так называемым рыбным запахом. 20 февраля прокуратура Рязанской области подтвердила, что водоканал снизил закупку артезианской воды, которая должна была разбавлять воду из заки водопроводья. Презультатом проведенных проверок прокуратуры Советского района города Рязани в взаимодействии с управлением Роспотребнадзора по Рязанской области установлено, что согласно данных лабораторных исследований муниципального предприятия водоканал города Рязани в нарушении требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения допускалась к подаче населению города питьевая вода, не соответствующая предъявляемым требованиям в части допустимых значений наличия посторонних запахов. По органолептическим показателям запаху интенсивность составила 3 балла, а характер запаха рыбий при нормативе не более 2 баллов. По другим исследуемым показателям, качество питьевой воды соответствовало гигиеническим требованиям. По информации Управления Роспотребнадзора области, причинами сложившейся ситуации послужили недостаточно эффективные работы существующей системы очистки воды на Укско-очистной водопроводной станции, а также снижение объема подаваемой артезианской воды в системе водоснабжения. В декабре 2019 года объем подаваемой артезианской воды в системе водоснабжения от подстанции от поставщика ООО «Чистые воды» составляло 10,5 тысяч кубометров в сутки, а с 18 января уже 2020 года более 3 тысяч кубометров в сутки. Напомню, что для решения проблем рыбной воды водоканал пригласил группу гидрологов. Они изучили Дядьковский затун и акваторию Аки. Также помочь разобраться в ситуации должны были эксперты из Москвы и Санкт-Петербурга. Но, как оказывается, проблему можно было решить проще. Просто не снижать подачу артезианской воды. По выявленным нарушениям прокурором Советского района 14 февраля директору водоканала внесено представление об устранении. И управлением Роспотребнадзора также 18 февраля в отношении директора предприятия составлен протокол административного правонарушения по статье 6.5 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации, предусматривающая ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде. Водоканалу выдано предписание, по которому предприятие должно принять все необходимые меры, чтобы качество воды соответствовало гигиеническим требованиям до 20 марта этого года. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В районе городской рощи Рязаниц с топором разбил палатку с мороженым. Поступило сообщение, что неизвестный напал на ледяной домик и ходит по улице с топором. Росгвардейцы задержали его на соседней улице. Больше всего стражей порядка удивил возраст дебошира. Разрушенная палатка для мороженого расположена на улице Черновицкой в районе дома номер 36. 20 февраля около 4 часов вечера рязанец напал на киоск с топором и разрушил витрины. Палатка с мороженым не работает уже второй день. Самое интересное, что на нее напал не какой-то молодой вандал, а мужчина 1951 года рождения. Зачем 70-летнему рязанцу понадобилось разрушать палатку – неизвестно. По словам местных жителей, продавец в ходе происшествия не пострадал. Однако сам нападавший был весь в крови, о чем также говорят очевидцы. Кроме того, видны пятна крови на асфальте возле палатки и на домофоне, который ведет в подъезд дома нападавшего. В момент происшествия неподалеку находились сотрудники Росгвардии. Именно они задержали идущего по улице мужчину с топором. В дежурной части отдела вневедомственной охраны Росгвардии города Рязани поступило сообщение из полиции, что на улице Черновицкой неизвестный мужчина разбил торговую палатку, ледовый домик и ходит по улице с топором. На место выехала группа задержаний Росгвардии. Росгвардейцы обнаружили и задержали дебошира на соседней улице. Им оказался рязанец. Наряд Росгвардии передал мужчину полиции для дальнейшего разбирательства. Сейчас дебошир задержан. В происшествии никто не пострадал. Когда откроется палатка с мороженым и какое наказание понесет мужчина, пока неизвестно. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Дорогу, на которую жаловались рязанские предприниматели, отремонтируют. Участки улицы Прижелезнодорожной в Рязани включены в предварительный план ремонта на 2020 год. Об этом говорится в письме городадминистрации на имя уполномоченного по защите прав предпринимателей в Рязанской области Михаила Пронина. Привести в порядок планируются участки трассы от пересечения с улицы Рязанской и федеральной трассы М5 «Урал» до автономной организации Рязанской нефтеперерабатывающей компанией. На улице Прижелезнодорожной от дома 10 до дома 32. Финансирование работ планируется вести в рамках реализации муниципальной программы дорожное хозяйство и развития транспортной системы в городе Рязани на 2016-2022 годы, отмечается в письме мэрии. Напомним, на состояние трассы бизнес-омбудсмену неоднократно жаловались предприниматели. Тема поднималась на встречах предпринимателей с главой региона Николаем Любимовым и главой администрации Рязани Еленой Сорокиной. Память о павших бойцах-героях живет в народе и передать из поколения в поколение рассказ о них значит сохранить историю и национальное самосознание. В музее боевой славы школы номер 8 в честь предстоящего праздника прошла экскурсия, посвященная Роману Соколову, герою России, заместителю командира десантной роты, героически погибшему 20 лет назад при выполнении боевого задания. В музее боевой славы создана целая экспозиция, посвященная выпускнику школы номер 8 Роману Соколову. В 1993 году, после окончания Рязанского высшего десантного училища, он продолжил службу в 76-й воздушно-десантной дивизии, расположенной в Пскове. Так начался его боевой путь. В десантном училище у Романа появилось много друзей. Это Гладких Дмитрий и Кравчук Алексей. Кравчук Алексей вспоминает, что Роман был ответственным, исполнительным, человеком слова. Если сказал, то сделает. Во время службы в Пскове у Романа появилась семья. В 1996 году у него родилась дочь. Спустя время, в память об отце, она решила пойти по его стопам, связать свою профессию с армией. С 2009 по 2014 годы она обучалась в Московском кадетском корпусе. В 2014 году, по окончанию кадетского корпуса, она приезжает в Рязань, поступает в десантное училище. Но в этот год не было набора девушек, и она поступает в Рязанский филиал МСИ, где обучается один курс. В 2015 году она выдает документы в десантное училище и успешно сдает все вступительные экзамены. Дарья выдержала 4 года напряженной учебы и в настоящее время завершает пятый курс. Чуть позже Роман Соколов был назначен командиром взвода 36-й воздушно-десантной бригады. В составе международных сил ООН он выполнял миротворческую миссию в бывшей Югославии, где был награжден медалью. С начала 2000 года продолжил службу в Чеченской республике. В школьном музее хранится несколько подлинных вещей капитана Соколова. Кабура для боевого пистолета, фляжка, китель и многое другое. Родители Романа передали в наш школьный музей мундир. Видите, мундир со всеми знаками, которые обычно на мундире помещают. Дальше мундир – это капитанский мундир, поэтому, соответственно, уже звание капитанское мы видим на погонах. Дальше, кроме этого, у нас фуражка десантника присутствует здесь. Также в этой витрине у нас есть книги, которые увековечивают память Романа Соколова. Во время службы в Чеченской республике Роман Соколов был заместителем командира роты. В ночь с 29 февраля на 1 марта его подразделение вступило в неравный бой с чеченскими боевиками. Боевые действия проходили на высоте 776 под Улутскертом в Ангурском ущелье. Из 90 бойцов роты погибло 84. Среди них был и Роман Соколов. 12 марта 2000 года ему было присвоено звание Героя России посмертно. В этом году подвигу 6-й роты исполняется 20 лет. Именно в честь этого события в Рязани появится улица Соколова. Семен Иванов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В преддверии празднования 23 февраля сотрудники ГИБДД останавливали водителей не за нарушения, а чтобы поздравить. В ежегодной акции приняла участие наша съемочная группа. В преддверии 23 февраля сотрудники Дорожной постовой службы проводят акцию. Вручают добросовестным водителям памятные сувениры и подарки. Мужчин-автомобилистов поздравляли на посту ДПС, расположенном на Солочинском шоссе, при въезде в город. Автолюбители и их пассажиры получили в подарок автомобильные журналы, сертификаты на скидку и многие другие приятные сюрпризы. Сотрудники госавтоинспекции проводят профилактическую акцию, в ходе которой водителям вручаются полезные для автомобилистов подарки, а также сотрудники госавтоинспекции напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения, в том числе особое внимание обратив на праздничные выходные дни, которые наступят в ближайшее время. Сотрудницы полиции пожелали водителям счастливого пути и безопасных дорог, а также призвали рязанских автомобилистов к соблюдению правил дорожной безопасности, вежливому поведению на дорогах и законопослушности. Да, было очень приятно получить подарки. Я хочу также поздравить всех мужчин с праздником 23 февраля, и чтобы у всех на дорогах был зеленый свет и без аварий. Автолюбителям, в свою очередь, было очень приятно услышать теплые слова в свой адрес. В ответ поздравители услышали только слова благодарности. Когда в семье хорошо и жить приятно, когда на дороге хорошо и ехать хорошо, ну то есть когда с улыбкой, по-доброму и жить приятно. По словам работников ГИБДД, именно такие акции помогают наладить взаимоотношения между участниками движения, а также улучшают настроение как полицейских, так и водителей. Семен Иванов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». А теперь вспомним основные события минувшей недели. В поселке Строитель в жилом доме обрушился потолок. Инцидент произошел на улице Качевской, номер 18А. Из-за обрушения была повреждена система отопления. Кипяток лился прямо с потолка. Подробности далее. Почти как в сарае, так и в своем жилье отзываются жители дома 18А на улице Качевской. Обрушение крыши здесь происходило не меньше трех раз. Один из которых в 2009 году, по словам жителей, закончился трагедией. Погибла женщина. Тогда пенсионерка не смогла выбраться вовремя из своей квартиры. В этот раз из-за обрушения пострадала только система отопления. У меня ребенок проснулся, пошел в туалет. Говорит, мама, там потоп. Я говорю, где потоп? Он говорит, в туалете. Я пошла, у меня волосы дыбы. У меня шок. Тут кипяток льется. Я говорю, ребенок, стоим, ждем. Принесла зонт. Пошел ребенок в туалет. Я пошла к соседям. Я говорю, что случилось? Говорит, в 2 часа ночи прорвало трубу отопления. Естественно, все это поливалось на голову. В 2017 году мы делали уже сюжет об этом доме. И тогда жильцы жаловались на его состояние. С тех пор мало что изменилось. Полы проваливаются, потолок обрушается. В душевой только триллеры снимать. Состояние всех помещений оставляет желать лучшего. Туалет, естественно, ужасный. Душ вообще катастрофический. То есть вы видели в таком душе моем детей. Они боятся. Говорит, мама, упадет. Один раз стали выходить, сзади нас свалился, естественно, камень. Это хорошо сзади упало, а эти бы на голову. Дом 18-я на улице Кочевской уже признан аварийным дважды. Первый раз в 1981 году. Тогда жильцов благополучно переселили в Дашково-Песочню. Потом некая организация выкопила дом, провела небольшой ремонт и перепродала людям квартиры. Повторно дом был признан аварийным в 2017 году. Снести его должны жильцы до 31 декабря этого года. Правда, куда потом иметь те они не знают. В программу по переселению, по словам жильцов, дом еще не включен. Сейчас дом рушится. Я вот отсюда с четырьмя детьми уехала. Я сняла квартиру. Плачу за эту квартиру 15 тысяч. Мне это очень накладно, потому что четверо детей, их еще надо кормить, обувать и одевать. В доме 37 комнат. Здесь живут и пенсионеры, и многодетные мамы с детьми. Мария на шестом месяце ждет четвертого ребенка. Она вдова. Переживает каждый день, не рухнет ли вновь потолок, не развалится ли дом окончательно. У нас признали дом аварийным. То есть до конца 20-х года, в принципе, нас должны расселить. Но никаких гарантий, нам никто ничего. Как я ранее слышала, что мы вообще якобы в программу не попали. И вряд ли попадем. И дальнейшая наша судьба, наших детей. То есть мы не уверены в завтрашнем дне, что мы вообще останемся живы в этом доме. По соседству с домом 18А на улице Качевской еще один дом, тоже постройки 1957 года. Жильцы также жалуются на плачевное состояние здания. Их дом 18 на улице Качевской также признан аварийным. В аварийном состоянии признали, как говорится, мы комиссию вызывали платную. Потом приезжала комиссия наша городская. А они сказали, что у вас в аварийном состоянии дом. Сказали, что до 2023 года, но у нас в программу так и не включили. Мы даже не знаем, когда это будет и когда нас включат в эту программу. В настоящее время Мария готова обеспечить жильцов маневренным фондом в случае обращения в Управление энергетики и ЖКХ, а также при наличии оснований. Мы продолжим следить за развитием ситуации. Олеся Катруфская, Игорь Глотов, телекомпания «Город». На этом обрушения в городе не закончились. Уже на следующий день в одном из рязанских дворов на припаркованной около дома автомобиле рухнул кусок обшивки стены. Инцидент произошел на улице профессора Никулина, 41. На место прибыли сотрудники полиции и МЧС. Никто не пострадал. Обрушение слоя штукатурки произошло 17 февраля около 3 часов дня во дворе дома номер 41, расположенного на улице профессора Никулина. О происшествии нам сообщили местные жители. По их словам, в этот момент на улице играли дети. К счастью, пострадавших нет. Весь удар на себя принял припаркованный автомобиль «Инфинити». Хозяин машины узнал о происшествии, находясь на работе. Мне позвонили соседи и сказали, что приезжай быстрее, потому что машина, так сказать, у тебя практически уже списана. Я думаю, что это перекрас автомобиля как минимум, а замена поврежденных частей я даже не представляю себе. Но думаю, что очень много. Пострадал капот, передний бампер, два крыла, свернутое зеркало, помята крыша. Ни один из жителей дома не смог сказать, какая организация занимается обслуживанием здания. Однако встретившиеся нам люди называли главным по дому этого мужчину. Он приступил к ликвидации штукатурки в первые же минуты после ее обрушения и активно препятствовал съемке сюжета. Не мешайте нам работать. Вы работаете, мы тоже работаем. Мужчина обвинял в произошедшей ситуации самого хозяина припаркованного автомобиля, говоря о том, что машина стоит в неположенном месте. Однако в районе стоянки автомобиля мог оказаться человек. В любом случае, жители дома говорят о том, что такие обрушения здесь происходят регулярно. Об этом свидетельствуют разрушенные стены с внешней стороны здания. Сами жильцы говорят о том, что домом никто не занимается. Все, что отлетало, это уже не раз ремонтировалось. Я не знаю, у нас получается так, что управляющая компания за все время с 2008 года, все, что я здесь заметил, ну, реально, то, что здесь делала управляющая компания, это сделали датчик движения в подъезде, я обратил внимание. Вот. И, наверное, за 10 лет два раза был заменен коврик в подъезде. Все. Возвращаясь к происшествию, стоит сказать, что Дмитрий сразу же вызвал сотрудников полиции. Вместе с ними на место прибыли представители МЧС. Однако к их приезду куски стены были уже разобраны. В этот же день происшествие было зафиксировано, и теперь хозяину машины предстоит судебное разбирательство с виновным. Пока неизвестно, кто будет отвечать за повреждения автомобиля – застройщик, управляющая компания или частное лицо, выполнившее утепление и штукатурку дома. Подобные дела можно довести до разрешения в пользу автомобилиста, однако это может занять время. Такие ситуации, конечно, решаемы. В большинстве случаев они уже решаются через суд. Изначально необходимо виновнику предоставить претензию с справкой о подтверждении именно размера материального вреда. Все это решается либо через суд, либо в досудебном порядке, если такой добросовестный виновник сам хочет возместить ущерб. Стоит сказать, что «Инфинити» – не единственная машина, пострадавшая в ходе обрушения части стены. Рядом стоящая БМВ также получила небольшие повреждения в районе задней правой двери. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». 19 февраля в среду рязанцы заметили, что из окон здания бывшего филиала Института культуры рабочие выбрасывают пианино. По словам горожан, на землю полетело два десятка музыкальных инструментов. Причем 40-тонными контейнерами вывозили также мебель и книги. Мы побывали на месте. История с закрытием Института культуры началась в августе прошлого года. О том, что филиал вуза в Рязани прекратит свое существование, нашей телекомпании тогда сообщал замдиректора филиала МГИК в Рязани, Владимир Калинин. По его словам, рязанский филиал готовился прекратить работу ко 2 февраля 2020 года. Напомним, директор филиала Александр Трушин сообщил, что такое решение принял ученый совет главного вуза в Москве. Рязанцы создавали петиции против закрытия филиала, собирали подписи и записывали видеообращения. Между тем, активные действия студентов, выпускников и преподавателей никак не повлияли на ситуацию. Сегодня из здания вывозят мебель, книги, учебные пособия. Кроме как фашистами, я этих людей назвать по-другому не могу. Это фашизм. Я передала телефоны нашего директора, исполняющего обязанности директора, начальнику управления культуры Рязанского района, чтобы связались и чтобы наши дома культуры что-то могли для себя выбрать и посмотреть. Этого не случилось. Запретили раздавать все. И вот теперь в этой груди дерева едва различимо то, что еще час назад было музыкальными инструментами. Во время нашей съемки один из рабочих предположил, что инструменты неисправны, и поэтому их утилизируют. Такие комментарии вызывают недоумение. Вера Минцева год назад закончила вуз и уверена, многое, от чего сегодня безжалостно избавляются, могло бы быть полезным. Для меня это такая очень шоковая ситуация. Мне кажется, это вообще непозволительно. И мебель, и книги. Вообще это можно было раздать людям, как-то с кем-то созвониться. Либо вот студентами, преподавателем. И мы бы это все сами бы приехали, разобрали. Ну как это? Мы же только что учились, они были годные, а сейчас они не годные. У нас же есть музыкальные школы и колледжи, можно было это все туда привезти. На сообщение об утилизации музыкальных инструментов отреагировал губернатор Николай Любимов. Он сообщил, что региональное правительство обращалось в АМГИК с предложением передать инструменты Рязанскому музыкальному колледжу и детским школам искусств. Согласно официальному ответу от АМГИК, утилизируется только списанное имущество, а передать годные для использования инструменты можно будет только после того, как другие учреждения культуры федерального уровня, находящиеся в том же и соседних субъектах, подтвердят, что не претендуют на данное имущество. По словам бывшей преподавательницы филиала Татьяны Котковой, в Кульке было 18 домер, более десятка балалаек, около 20 баянов, 18 фортепиано и 2 рояля. Марина Ковиссарова, Игорь Глотов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Традиционно вокзал – место, где живут Надежды, и одновременно это место повышенной опасности. За спокойствие приезжающих и уезжающих людей на вокзалах отвечает транспортная полиция. Водный, воздушный, железнодорожный транспорт – стихия этих людей в форме, благодаря которым каждый из нас чувствует себя в безопасности, отправляясь в путь. И на страже порядка и спокойствия оказываются не только мужчины. 12 лет назад Надежда впервые надела форму и собралась на смену. Но с тех пор безопасность вокзалов родного города – ее жизнь. О выборе профессии не жалела ни разу. У нас объекты транспорта – это поезда дальневоследные, как я и говорила, электропоезда, вокзалы. Ну так, интересная работа очень. В любую погоду, в любое время суток сотрудники патрульно-постовой службы – те люди, благодаря которым на железнодорожных станциях всегда спокойно. Спектр полномочий широк от пресечения хулиганств и распития алкоголя за помощь тем, кто потерялся или почувствовал себя нехорошо. Бывают и более серьезные случаи. Начинала я с патрульно-постовой службы. У нас вот, я работала в ночь, выходила, у нас было убийство на второй Рязани. Мужчина убил женщину. Ну тоже по горячим следам он был пойман, раскрытие было. Вот он на данный момент, я так думаю, еще сидит, наверное. Был случай, когда я приехала проверять наряд несения службы на первой Рязани. С сотрудниками патрульно-постовой службы был выявлен гражданин в состоянии алкогольного опьянения. И у него были поддельные документы сотрудника, что вызвало у меня подозрение, потому что данный гражданин был не похож на сотрудника. По этому случаю сейчас проводится проверка. За 12 лет службы Надежда видела многое, но для нее это просто работа. И она утверждает, что научилась справляться с эмоциями. Есть такие моменты, которые, бывает, становятся страшно, но потом понимаешь, что нужно действовать как сотрудник полиции, а не как гражданин. Именно транспортные полицейские проверяют электрички, сопровождают детские поезда во время летних каникул и следят за любителями рисковать и перебегать железнодорожные пути в неположенных местах. Ежедневно через вокзал Рязани-1 проходит около 90 поездов. За прошедший год выявлено почти 3000 нарушений. Это в среднем 8 нарушений в сутки. А справляться с ними приходится тем, чья служба, на первый взгляд, неприметна, но очень важна. Марина Комиссарова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Татьяна Иванова работает кондуктором 18 лет и дарит людям хорошее настроение. Она с удовольствием создает в автобусе позитивную атмосферу. А на Новый год даже становится настоящей снегурочкой и делает подарки пассажирам. Маршрут ее автобуса известен рязанцам, которым нужно добраться до микрорайона Борки. Татьяна Иванова работает кондуктором 18 лет. Эта профессия для нее является весьма многогранной. Как признается девушка, она бывает экскурсоводом, путеводителем, психологом и даже скорой помощью для пассажиров. Каждое утро Татьяна приходит на работу с улыбкой, понимая, что своим настроением она может обеспечить хороший день и тем людям, которые только едут на работу. Человек, когда едет на работу, у него начинается рабочий день уже с автобуса, с дороги на работу. Создавать хочется настроение людям. То есть не то, что бу-бу-бу, а заходят, улыбаешься, здравствуйте, присаживайтесь. И они в ответ тоже улыбаются и вроде как общение. Люди ценят такое отношение кондуктора к работе. Если человек, кондуктор позитивный, соответственно, с утра у людей настроение поднимается. То есть в течение дня уже человек чувствует себя более-менее каким-то, даже можно сказать, счастливым. Вот есть человек, есть понурый, а тут его встречают с улыбкой, то есть там не грубо. Это очень приятно. Вежливый, культурный кондуктор, хороший кондуктор, доброжелательный. Вообще важно, чтобы люди были добрыми. В празднике Татьяна также не оставляет своих пассажиров без внимания и с радостью их поздравляет. Я еще и с Небурочкой могу одеваться на Новый год. Вот конфеты раздаю детям, только детям. В этом году девушка даже выпустила видео для рязанцев, в котором поздравила их с Новым годом. Отвезем мы всех-всех-всех, где гуляние и смех. Если с нами, ставьте класс. Мы работаем для вас. Кроме положительных эмоций от приятного общения с кондуктором, рязанцы отмечают, что в автобусе очень тепло и чисто. А водитель управляет транспортным средством плавно, аккуратно и внимательно. Оказалось, что автобус достался водителю Александру Лейкину 13 лет назад абсолютно новым. У транспортного средства есть свое имя – Катя. В честь двигателя под названием «Катерпиллер», расположенного под капотом. Автобусу 13 лет, но из этого класса, который 13-летний, он считается самым лучшим, потому что в нем работают все печки. То есть как в новом. Мы следим за чистотой, мы его сами моем. Ну и вообще стараемся поддерживать то, что в наших силах мы стараемся делать. Коллектив этого автобуса отмечают рязанцы благодарственными письмами. Кондуктор и водитель получили множество грамот от руководства и планируют продолжать свою работу. В день автобус переводит от 400 до 500 человек, совершая 13 выездов. Татьяна отметила, что трудные пассажиры на ее маршруте тоже встречаются. Однако они не могут испортить ей настроение, ведь большое количество приятных отзывов делают ее счастливой. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В Рязани появятся южные бабочки. Зима заканчивается в этом году раньше времени. В Институте географии Российской академии наук считают, что к настоящему весеннему теплу можно готовиться уже в середине марта. Рязанские ученые рассказали, как климатические изменения отразятся на флоре и фауне. Из-за аномально теплой зимы в Спас-Клепиках Рязанской области в феврале уже выросли и готовы распуститься подснежники. Видимо, климат действительно меняется. Рязанские ученые считают, что за последние два десятилетия зима стала чуть более короткой. Она позже начинается и раньше заканчивается. Ведь задумайтесь, зима в Рязани должна начинаться примерно 20 ноября и заканчиваться 20 марта. И длится она не как календарная, а на целый месяц дольше. Зима – это тот период, когда среднесуточные ниже нуля. Когда вода скорее в виде льда, чем в виде воды. Однако мы видим то, что зима стала начинаться уже не в конце ноября, а в начале декабря, а то и позднее, и заканчивается она где-то ближе к концу февраля, не доживая до марта. Также ученые отмечают, что за последние шесть лет в пяти годах не было половодья. Это происходило из-за теплых зим. Талая вода просачивалась в грунт, и когда приходила весна, уже нечему было таять. Флора и фауна всегда реагируют на подобные изменения. Нередко численность видов меняется. Может увеличиваться, например, количество вредителей сельского хозяйства. Из-за теплых зим у нас также могут появиться и южные насекомые. Не каждый год, но в очень жаркое лето в Рязань прилетают тропические гигантские бабочки. О них знают те, кто пытается получить урожай меда. Потому что бабочка-бражник-мертвая голова почему-то любит влезать в ульи и воровать у пчел мед. Эту бабочку можно встретить именно в жаркие годы. У нее гусеница, кормится на картошке и вырастает более чем в 15 сантиметров. Есть и ряд подобных. Но почему они не наши виды, почему это мигранты? Потому что холодная зима для них всегда губительна. Но надо понимать, что теплая зима может позволить сохраниться тропическим видам, проникшим в прошлом году. Виноваты в такой теплой погоде сейчас антициклоны, которые несут теплый воздух с Атлантики. Если так и будет продолжаться, ученые полагают, что климатические условия могут позволить не вымерзать теплолюбивым видом растений. Ведь через наш регион проходит железная дорога в сторону Москвы и Средней Азии. И ежегодно вместе с пылью, с грязью, к вагонам поездов по маршруту Душанбе-Москва в Рязанскую область приезжают семена растений родом из Средней Азии. Они падают, они прорастают вдоль железных дорог, в перекате и поле, различные виды солянок. Конечно, в аномальной зиме были и свои плюсы. Не нужно было покупать много теплых вещей. Автомобилисты сэкономили на топливе. На улице стало меньше песка, соли, реагентов. Да и у коммунальщиков работы поубавилось. Что касается остальных последствий зимы, то специалисты говорят, что мы приспосабливаемся к ним каждый год, будь она теплой, снежной или морозной. Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город». На этом у меня все. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok